Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick. Сегодня вам покажу свою новую модель. Это модель танка Т-80БВ. Советский танк. На данный момент это самый большой мой набор, сделанный массово для продажи. Выбрал я этот танк не случайно. Версии от брикмани или еще от кого-то приличных я не видел, поэтому решил его сделать. Т-80БВ. Танк модернизированный Т-80Б с 1985 года. Включает в себя комплект динамической защиты Контакт-1. Всякие эти сверху штучки достаточно забавные, выглядящие, которые хочется оторвать. Ну и вот я выбрал этот танк для модели. Итак, модель упакована в коробку. Изображение. Достаточно все красиво выглядит. На лицевой стороне надпись, что это танк. Сколько деталей содержит. Номер набора. Ну и то, что это мой оригинальный дизайн. Открываем коробку. Внутри у нас инструкция. Полноцветная инструкция. Хорошего качества. То есть тут я не особо экономлю. Ну и дальше вот инструкция по сборке самого танка. Все достаточно понятно. Просто, я думаю, собрать не составит его труда. Далее детальки. В комплекте реально много деталей. Более 700 деталей. Немножко их отсортировал. Тайлики отдельно. Пара сотен гусениц. И вот отдельно пакетик с принтованными тайликами. Наконец я научился это все делать. И в данном комплекте 9 принтованных тайликов. Здесь вот вы видите номер на надгусеничной полке 206. Сразу скажу, у каждого танка свой уникальный номер. Я 10 танков сделал. Два уже продано по предзаказу еще. И вот каждый танк имеет свой уникальный номер. То есть все они разные. Так, коробку убираю. Когда я проверял инструкцию, собирал повторно по инструкции, в принципе, даже понравилось собирать танк. Хотя я его изначально моделировал. Но вот сборка по инструкции мне понравилась. И вот он танк. Выполнен в 40-м масштабе. Это чуть меньше, чем масштаб брикмани. Но на мой взгляд, брикманиевские вещи вообще такие слоноподобные. 35-й масштаб слишком большой для мини-фигурки. В данном масштаб 40-й. Ширина 10 пинов плюс выступающие части надгусеничных полок. Плюс вот эта динамическая защита. Делал его по чертежам. То есть круглый. Распечатал в масштабе один к одному. И потом вот каждый параметр. Сверял ширину, длину. Вот, чтобы это все сходилось. Думал изначально использовать гусенички брикмани. Но поставив гусенички брикмани, в очередной раз понял, что это полное разочарование, скажем так. Они не крутятся. Сколько я обзоров делал на брикмани, сколько просто у меня были брикманиевские гусенички. Они лучше, чем китайская подделка на брикмани, но до леговских им как до луны. В данном случае пришлось использовать два ряда леговских гусеничек. Поэтому деталей съел-то танк достаточно много. Но зато вот, видите, он катается. То есть он нормально ездит по гладкой поверхности, не говоря о том, что по какой-то другой. Все идеально просто крутится. Брикманиевские просто застревали, отваливались. То есть их, может быть, можно использовать на какие-то стендовые модели, но использовать, чтобы пытаться с этим играть, это на самом деле очень такое сомнительное удовольствие. Вот он, собранный танк. Здесь принты. Номер. 703 я взял из интернета, потом уже свои начал клепать. Флаг наш российский. Знак гвардия. И вот сзади тут тоже сделал принты. Решеточку. Сначала просто решеточку сделал, но потом решил, раз уж принтовать, так почему бы тут принты не сделать. Выглядит вполне сносно. Думал, еще здесь кругляшки делать, но как-то не сложилось. Башня вращается, все. Идеально ничего не застревает. Пулемет. Тоже думал использовать сначала, может быть, прикармсовский ДЭШК, но это такая огромная штука получилась, что совсем не в масштабе. Поэтому сделал из деталей. На мой взгляд, достаточно органично это все смотрится и аккуратненько. Использовал данные прикольные новые детальки. Очень нравится мне эта деталька. Вот эта вот круглая с палочкой. Как дымовую вот эту ракету дымовой защиты. На мой взгляд, получилось тоже очень прям так четенько. Так, люки открываются. А фигурки сюда можно посадить. Что сюда? Это чуть сложнее открывается, конечно. Сейчас отклупаем. Что этот люк открывается. Место для мини-фигурок есть. Особо я горжусь тем, что я сделал возможность посадить сюда фигурку механика-водителя. Для этого башню чуть назад. И открывается вот эта часть. И тут есть место для мини-фигурки. Это китайская фигурка. Нормальных у меня что-то нет. И можно ее реально сюда посадить. Этот лючок механика. Через него, естественно, он не влезет. Слишком все тесно. Но таким образом это все выглядит. Всякие приборы. Это мой тестовый вариант. В оригинальном наборе, в который я сделал, тут чуть-чуть другой тайлик. Это такой же. И все. И закрываю. Все идеально. Закрывается. Вот такой вот танчик. Ну вот. Второй, который я собирал. Чисто для того, чтобы проверить, что в инструкции все в порядке. После того, как я собрал, понял, что слишком много деталей положил. Есть пара лишних деталей в инструкции. Этот номер 208. Этот 703. Те танки, что я делал под предзаказу. Я делал принты, которые у меня просили заказчики. То есть, по предзаказу можно было выбрать свои собственные номера. Так что два номера вообще других. А так начал номера делать на двойку. 201, 202 и так далее. Покупая танк, вы не знаете, какой номер вам попадется. Вот такие танчики. На мой взгляд, получилось все очень и очень. Мне вот понравилось. Он долго бился вот над этими. Передней частью танка. Вот с этим динамической защитой, которая так и на оригинальном выглядит достаточно так, как чешуя. Ну и вот здесь вот тоже. Вот детали, как вы видите, очень-очень много мелочушки. Поэтому 700 с лишним деталей. 737 деталь. Но это реально много для такой модели. Купить вы ее можете у нас на сайте. В продаже она сейчас есть. Вот буквально вчера я ее выложил. По цене сейчас у нас она стоит 13 тысяч. Но это первая партия. С этим курсом доллара непонятно, сколько она будет стоить. Решил я сделать по минимуму цену, чтобы отбить себе стоимость, которая весьма велика у него. 200 гусеничек только сколько стоит. Это реально много. Отбить себе стоимость, чтобы заработать на следующей модели. Поэтому цену такую достаточно удобоваримую поставил. На втором сайте Gamebrick.store там цена в долларах 200 долларов. Это уже больше, чем 13 тысяч получается по текущему курсу. Процесс создания данного танка достаточно был подробно изложен в Инстаграме. Так что кто не подписался, может подписаться. Gamebrick.store. Аккаунт Инстаграма. Тут буквально сегодня 700 подписчиков у меня там уже появилось. Так что потихонечку там тоже растет. Ну вот один танк продал ее в Россию. Один уехал в Великобританию уже. Так что 8 танчиков осталось на данный момент. На этом я буду с вами прощаться. Но перед тем, как попрощаться, немножко вас тут раззадорю. Скоро у нас будет вот такая машинка. Принтов еще нет. Вот такой рабочий вариант. Но надеюсь, вы догадались, что это такое. И вот такую вот штуку буквально. Сегодня, вчера, сегодня делал. Тоже в масштабе 40. Все, что есть в 35-м, мне вообще не нравится. Брикмани и все вот похожие модельки, они очень большие. Здесь же вот все четко под масштаб мини-фигурки. Подходит, мне кажется, идеально. Вот такие вот две машинки. Обзоры на них будут отдельно, когда я уже выпущу их как набор. Процесс весьма долгий, нудный. Делать инструкцию, заказывать детальки, комплектовать и так далее. Все это достаточно сложно. Ну, а пока вы можете приобрести вот этот вот шикарный танк. На этом я с вами буду прощаться. Не забывайте подписаться на канал. Обзоров наборов здесь будет меньше леговских. Зато будет больше вот всякой такой вот самодельщины. До скорой встречи, ребята. Всем пока.